Музыка Нет, подождите, сначала кому детям Жительница города Щелкино Ну что я могу сказать, ситуация конечно тяжелая Но спасибо большое нашей России, нашим МЧСникам, которые приехали и нас спасают Поэтому мы все переживем, лишь бы было мирное небо Мы только об этом мечтаем И вы знаете, мы все очень переживаем за Украину Мы переживаем за Донбасс, чтобы там наконец-то все прекратилось У нас хоть мирное небо, хоть бомбы не падают А то, что света нет, ну что ж, холодильники жалко там, пропадет все Здравствуйте, с вами Александр Янковский, вы смотрите программу «Голос Крыма» Ну конечно же, сегодня мы говорим про энергетическую так называемую блокаду Точнее про прекращение поставок электроэнергии, вызванной аварией на высоковольтных линиях электропередач в Крым Про гуманитарный аспект, а также о соблюдении прав человека в этой ситуации Мы сегодня поговорим с Ольгой Скрипник в этой студии Здравствуйте, Ольга, Ольга глава Центра гражданского просвещения «Ольбинта» Здравствуйте Значит, смотрите, на самом деле тут два аспекта Первый, если мы возьмем закон, который был принят еще в прошлом году, украинский Мы там четко прочитаем, что ответственность за всю ситуацию в Крыму несут российские власти Можно ли сказать, что вот действительно за все несут российские власти или какая-то есть ответственность украинских властей? Ситуация на самом деле не настолько однозначная С одной стороны, да, есть международное гуманитарное право, оккупирующая держава несет ответственность за свою территорию, которую она оккупировала временно Есть второй момент, да, это действительно тот закон, который вы назвали о временно оккупированной территории Но если его прочитать внимательно, например, статью 5, то там совершенно другие есть обязательства Украины. Причем не право, а обязательства. Это соблюдение и сохранение связи, причем обеспечение связи с Крымой. Там перечислено социальные, экономические и многие другие. Мы неоднократно про эту статью вспоминаем на разных эфирах. Помните, когда я с Ваконио СС говорила и так далее. Поэтому здесь есть сложность. Второй момент, который противоречивый. Если мы говорим, да, действительно территорию оккупировали и Украина не может больше за нее отвечать, она должна была предпринять соответствующие действия, когда случилась оккупация. Получается, прошло полтора года и в данном случае некие действия, связанные уже с этим территорием, здесь нужно разделять. Коснутся ли они мирного населения? В чем аспект того же международного гуманитарного права? Он связан и четко различает действия по отношению к военным и по отношению к мирному населению. Мы сами призываем о том, что Россия является агрессором, причем военным агрессором и так далее. Поэтому здесь, конечно, международное сообщество в лице определенных органов, грубо говоря, если вы простите, поставит вопрос, насколько действия Украины соответствуют этому. Это действия были против де-факто властей и непосредственно военных органов, либо же это действия против мирного населения, от которого сама Украина не отказывалась. Вот здесь в этом и есть сложность подхода вообще к энергетической блокаде. Потому что есть, с одной стороны, вроде бы как интересы государства, мы говорим, что зачем там оккупирующая держава находится, но с другой стороны, там остается мирное население, и Украина сама по-прежнему, это ее граждане, это подтверждается нашим законом о временно оккупированной территории. Плюс статья пятая о связях с Крымом. Вот здесь вопрос. И, ну, естественно, третий вопрос, почему сейчас, а не полтора года назад? Ну, наверное, потому что полтора года назад Крым, во-первых, был вообще не на повестке дня тогда, да, ну, потому что была угроза, ну, я могу только предполагать, да, то есть я могу только предполагать, что тогда была угроза там непосредственного вторжения, это раз, во-вторых, там армии практически не было, государства не было, я не знаю, насколько там окрепло наше государство, но, по крайней мере, какие-то есть вооруженные силы. То есть это можно предполагать. Значит, у нас на прямой связи с Симферополем мама Геннадия Афанасьева, Ольга Афанасьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, смотрите, в принципе, я каждый раз прошу коллег-журналистов, чтобы они напоминали, что вся ситуация, которая связана с так называемой товарной блокадой, гражданской блокадой Крыма, главным требованием этой блокады является освобождение в первую очередь политических узников, в том числе, в том числе и Геннадия Афанасьева. Поэтому скажите мне, пожалуйста, а вот лично вы как к этому относитесь? Ой, слушайте, ну вы мне задаете абсолютно провокационный вопрос. Если вы за меня берете ответственность, то я к этому отношусь абсолютно положительно, абсолютно поддерживаю. И у меня дома не отключают свет и не отключают воду, потому что я наключусь в таком районе, что кругом больницы, роддома и так далее. И даже чувствую себя виноватой, почему все страдают, а я нет. Хорошо, а если говорить про отношение людей к этой блокаде, ну вот даже не к блокаде сейчас, а к тому, что перестали поставлять электроэнергию, что люди вообще в основном говорят? Ну, у людей есть разные мнения. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Это все зависит от того, кто поддерживает Украину, кто не поддерживает, кто поддерживает Россию. Скажу за себя, что Крым, конечно, в Англии. Абсолютно точно сказано, в Англии находятся крупные города. Это для жителей очень тяжело. Но кто-то хочет это принимать, кто-то не хочет. Поэтому вот лично я и мои все сторонники, и их большинство, я не знаю, сколько там было на тех выборах, все понимают и все приветствуют. Поэтому, пожалуйста, продолжайте. Спасибо, Ольга. Спасибо. Вы держитесь. Я понимаю, что... Ну вот сейчас вот у вас на данный момент есть электричество, и вы говорите, что вы в таком просто районе находитесь, да, где есть электричество, поэтому вы так и не сильно прочувствовали. Хорошо, спасибо огромное, Ольга. А я, Ольга, значит, Ольга Афанасьева, это мама политического узника Геннадия Афанасьева. И еще раз напоминаю нашим телезрителям, что главное требование этой гражданской блокады Крыма – это освобождение политических узников, в том числе и Геннадия Афанасьева. Мне кажется, вот украинские средства массовой информации очень редко об этом сейчас вспоминают. Как-то, знаете, они больше сконцентрировались вот на событиях вот пятницы, субботы, когда был подрыв этих линий электропередач, а про сами цели как-то вот мало говорят. На ваш взгляд, отключением электроэнергии может это быть, я сейчас не говорю, знаете, там про подрывы или там технические какие-то моменты. Вот вообще отключение электроэнергии, оно может быть эффективным инструментом переговоров по судьбе наших граждан. Ну, однозначный момент, с которым я могу согласиться, это то, что при любых переговорах и хотя бы возможных вообще переговоров с Россией, однозначное требование – это освобождение всех политзаключенных, тех, кто незаконно удерживается как в Крыму, так и в Российской Федерации. И, конечно, это соблюдение прав человека, даже пока там находится Российская Федерация. Может ли быть электричество таким инструментом? Сложно сказать по многим пунктам. Первое, это то, о чем я говорила, это отношение к мирному населению. То есть, подход, если мы говорим в том числе о переговорах и требованиях, если мы требуем соблюдения прав человека, то Украина должна сама быть тем государством, которое соблюдает права человека. Сложный момент, почему? Потому что, ну, например, один из наших главных месседжей, когда мы работаем на определенных международных площадках, скажем так, и добиваемся того, чтобы на повестке дня международного сообщества был Крым, наше одно из основных требований, что пока там Российская Федерация соблюдаться права человека не будет, это возможно только при возврате юрисдикции Украины, тогда туда попадут международные органы, и будут восстановлены все нарушенные права. Поэтому крайне важно, чтобы Украина действительно была этой страной, чтобы не возник логичный вопрос, а в чем тогда разница, если и та, и другая страна способны нарушение прав человека. Это вот, ну, как момент я говорю о политических переговорных процессах. Что касается политзаключенных, да, нужно требовать от России их освобождения. Реакция России на это, вот тут уже сложный вопрос. На мой взгляд, также сложный момент, которого, допустим, где мне не хватает определенных знаний, это насколько, ну, по-честному, скажем, Украина зависит энергетически от России. Не, ну это мы оставим за скобками, да, потому что на самом деле, на сегодняшний день, вот будет сидеть пять человек, экспертов по энергетике, каждый скажет абсолютно разные вещи, а министр энергетики тоже меняет, знаете, как, не знаю, как барометр где-то там в Британии. Поэтому вот меня больше, знаете, меня вот лично, да, как гражданина, меня больше интересует. Вы когда говорите, что есть там гуманитарный аспект, да, есть определенная ответственность на стороне Украины, есть определенная ответственность со стороны России, да, но я понимаю, что это очень сложный вопрос, который не имеет там прямого, как бы решения прямых ответов. Но смотрите, если Украина тоже обязана что-то делать, то какие, допустим, что вот с точки зрения международного гуманитарного права, что является таким, знаете, вот как бы обязательным для предоставления, что должно предоставить государство, а что не является? Потому что кто-то, например, кто-то привык ездить, например, я сейчас, может быть, немного утрирую, на Роллс-Ройсе, и у него забрали Роллс-Ройс, ему стало плохо, и он от этого как бы стал себя плохо чувствовать. Здесь можно ответить, это гуманитарные требования, допустим, это легко показать на тех же товарах. Мы, например, везли и неоднократно встречались с представителями жилиса, в первую очередь с Реватом Чубаровым, когда говорили об отмене закона и альтернативе СС. И вот здесь как раз таки есть группа гуманитарных товаров, которая определяется и за которую несет ответственность в том числе и Украина. Имеется в виду, что Украина, что от нее требуется? При всех возможных ее условиях обеспечить минимальные требования для жизни людей. Это не значит их благосостояние, там, рост, развитие и так далее. Это имеется у группы товаров. Например, мы говорим о полной товарной блокаде. Окей, но сегодня мы знаем, что есть проблемы с украинскими лекарствами в Крыму. Почему? Потому что украинские лекарства на порядок качественнее. Во-вторых, украинские многие лекарства, они работают по лицензии с Европой. В России просто некоторых видов лекарств нет. Вот здесь тогда вопрос, это нужно завозить в Крым или нет? Хорошо, мы не будем завозить строительные материалы, с этим вроде бы уже есть общее согласие у всех. Но вот у меня вопрос, как у человека, у которого остаются пожилые родители, у которых там остается, допустим, моя семья, ну и многие другие родители. Вот у меня вопрос, зачем рисковать их жизнью? Если мы говорим, да, действительно о давлении на самого оккупанта. То есть здесь есть группы товаров, гуманитар, это касается минимального обеспечения основными продуктами питания, это касается лекарственных препаратов, да, это касается также возможности эвакуации. Вот что важно. Мы говорим о том, что Крым оккупированная территория, следовательно, там есть определенные риски для жизни и здоровья. Более того, мы сами, да, как крымская правозащитная группа, ежемесячно пишем отчеты о том, что там с правами человека все плохо. И если люди, оказываясь в этой ситуации, а тем более сейчас, без электричества, без всего, хотят покинуть оккупированную территорию, где действительно риски для жизни. Вот что для этого сделает Украина? А на сегодняшний день ничего. Там нету железнодорожного транспорта, выехать не могут. Сейчас Чингар, например, закрыт, работают только два пункта на вывоз. Какие хотя бы минимальные условия Украина предоставит для их эвакуации? Ну смотрите, вот в Симферополе, несмотря на то, что есть вот энергетическое, перебои с энергетикой, и портрет Владимира Владимировича Путина освещается хорошо. Как бы для этого есть электроэнергия. Вот дорогой наш и любимый практически навсегда там написано. Поэтому это, знаете, это вопрос такой. Вот Украина может же давать, допустим, вот вы говорите про лекарства, например, да, но Украина может поставлять лекарства. Я сейчас беру самый простой пример. А лекарства могут идти, например, Россия скажет, окей, мы как бы готовы принимать лекарства, будем брать сколько вот нам захочется, но будем их отправлять только солдатам. Да, вот мы сами так решили. Вопрос в том, что совершило ли действие Украина для того, чтобы обеспечить свои граждане на хотя бы минимальное требование к Украине. Да, поставляет ли она вообще туда лекарства. Тем более, ну все-таки понятно, количество воинских частей, можно посчитать это и понять, какие объемы, да, уходят, допустим, на эти воинские части. Я понимаю, что всегда есть риск того, что там картошка и все остальное уйдет в воинские части. Но надо тогда выбирать между этими рисками. Поэтому я же говорю, что да, я согласна по поводу строиматериалов определенных категорий, которые, ну, однозначно идут либо на строительство военных объектов и так далее. Но с лекарствами это слишком опасный момент, потому что если действительно погибнет кто-то из мирного населения, я говорю в первую очередь про инсулин. У нас, допустим, очень много обращений из Керчи, из других районов, где с инсулином большая проблема. А россияне вообще разрешают ввозить инсулин? Ну, в принципе, здесь же ситуация опять будет меняться с 1 января. Да, мы знаем о том, что Россия, в принципе, вводит эмбарго на украинские товары. Вот здесь сложность. Я не совсем готова сейчас сказать, какие группы товаров она будет пропускать или нет. Скорее всего, какие-то исключения она составит. Вот, поэтому, что касается Украины, на мой взгляд, Украина должна ввозить лекарства. Как к этому будет относиться Россия, это другой вопрос. Хотя вполне возможно, что под давлением того же международного сообщества Россию заставят пускать туда гуманитарные товары. Потому что есть общие договоренности по гуманитарным товарам. И Россия пытается хотя бы делать вид, что она это соблюдает. Я понимаю. Ольга, я также понимаю, что вот эта государственная служба по делам Автономной Республики Крым и города Севастополя, она, наверное, должна была всем этим заниматься, определить перечень товаров и так дальше. И какие грузы могут идти в Крым, а какие не могут. В ее компетенции вообще входит разработка законопроектов. Поэтому почему бы альтернативный закон АСС не создать в госслужбе? Но на сегодняшний день таких, скажем так, инициатив от этой госслужбы нет. И, наверное, она могла бы заниматься и тем, опять-таки, о чем вы говорили, какими-то программами по эвакуации людей в случае необходимости. Кстати, по поводу эвакуации. Значит, 23 ноября появилась информация, это было воскресенье, появилась информация о приближении российских танков к материковой Украине со стороны Крыма. В тот же день стало известно, что в селе Ченгар и населенных пунктов вблизи административной границы с Крымом будут проводить учебную подготовку к эвакуации населения. А вот как к этому относятся местные жители в сюжете наших коллег? Пожалуйста, покажите видео. Мы на работе, как будут все идти, так и мы будем идти. Ранее при моей памяти по молодости гражданская оборона завжди проводилась, так что это не очень, наверное, это актуально на данный час. Я к этому не готов. Мне некуда вы померяете. Вообще-то я об этом ничего не слышал до этих пор. Не знаю. Пойдем, конечно. Ну, это учения, на самом деле. Были расклеены такие листовки по всему поселку Ченгар, где писали, что нужно иметь чемодан и быть готовым на случай учений. Ну, каким-то образом люди связали, что это действительно возможно с тем, что может быть эскалация вооруженных действий. Окей, значит. А теперь я хочу еще, знаете, посмотреть на такой момент. На самом деле власти Крыма, вот российские эти власти Крыма, уже отреагировали на всю эту ситуацию. Господин Аксенов Сергей Владимирович, который называет себя главой Крыма, отправил в отставку министра топлива и энергетики республики господина Егорова из-за недовлетворительной работы в режиме чрезвычайной ситуации. Аксенов подверг резкой критике и неудовлетворительную работу министерства по составлению графиков верных отключений и несправедливого распределения электроэнергии, которая генерируется на полуострове, по городам и районам. Исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Аксенов назначил своего помощника Светлану Бородулину. Ну, в принципе, есть такое вот решение. Ну, это закономерная показательная порка, это же стандартные методы как российской пропаганды, так и вообще российской системы управления. Поэтому это всего лишь отвлечь внимание. Понятное дело, что де-факто власти Крыма показали свою несостоятельность и некомпетентность, хотя, естественно, об этом было проговорено и в феврале 2014 года, что Крым не просто так находится в составе Украины, в смысле он логистический в составе Украины и так далее. Поэтому, конечно, ожидаемо, что у них эти были проблемы. И я не знаю, на что именно они рассчитывали, возможно, с точки зрения России не подготовились. Но я бы не расценивала это как действительно какие-то методы, это просто показательные выступления, чтобы отвлечь мнение. Чтобы людям сказать, что вот, видите, мы же работаем, мы занимаемся. Хотя, на самом деле, даже те люди, с которыми про российскую позицию, они говорят, ребят, ну как бы вы год и девять месяцев уже власть в Крыму, вы должны были, ну реально, да, вот по факту вам приняли, у вас все рычаги, вы могли бы же что-то сделать, там поставить. Вы говорили, долго доказывали, что там есть 800 каких-то мобильных электрогенераторов, да, и в любой момент вы их запустите сразу же, мы не будем серебрировать. Ну, они есть, но они запущены в лучшем случае в воинских частях, да, в некоторых стратегических объектах. Также, допустим, да, работают больницы на генераторах, работают некоторые водонасосные станции на генераторах, есть и общегородские, есть отдельные генераторы. Они, в принципе, работают. Но ведь надо понимать, что вообще, если возьмем российский подход к людям, их же люди сами по себе, естественно, не интересуют. Поэтому, в принципе, если у обычных людей вода, свет и все остальное, особо Россию на самом деле это не печалит. Единственное, что сейчас для России важный момент, это пропагандистский момент, да, смогут ли они с этой задачей справиться, им же надо теперь показать Путина освободителям, спасителям и так далее. Ну, и вот теперь смотрите, с этой точки зрения, если Украина очень быстро восстановит электроснабжение, это же будет показано российскими всеми средствами массовой информации, так называемыми, да, это будет показано как победа Путина, да, потому что это Путин на стерхе прилетел, восстановил электроэнергию, договорился, нагнул проклятых охлов, как бы, да, и поэтому вот теперь как бы вы все крымчане уже с электроэнергией. Ну, такой аргумент будет для определенной категории людей, которые на самом деле все равно в меньшинстве, которые вот как та женщина в самом начале, да, хоть камни с неба, главное, чтобы бомбы не падают, и Путин святой. Для них этот аргумент сработает. Более-менее вменяемых людей, которые даже имеют некую там пророссийскую позицию, естественно, будет понятно, что это была зависимость от Украины, и свет включила Украина. Поэтому это, в принципе, аргументы на сегодняшний день, там некий, мы не можем проводить полноценный соцопрос, но даже там те люди, с которыми мы общаемся с определенной российской позицией, они, естественно, понимают, что это зависимость от Украины, и ждут, конечно, то, что все-таки решение будет. Ольга, смотри, и возвращаясь в завершение нашей беседы сегодняшней, возвращаясь все-таки к теме проблемы прав человека. Вот как бы есть теперь ситуация, в которой нет электроэнергии. Почему теперь Российская Федерация не пригласит, на ваш взгляд, международных наблюдателей, скажет, вот смотрите, у нас гуманитарная катастрофа, да, давайте мы открываем все границы, и сюда все приезжают международные наблюдатели. А то БСЕ, а то ООН, от каких-то других международных организаций. Ну, здесь не совсем непонятно, как это будет реализовываться, потому что Россия может пригласить, но это же опять будет та же тупиковая ситуация, когда Россия приглашает через себя, через свое посольство, и здесь просто, опять-таки, те же ОБСЕ и многие другие структуры не могут принять этого приглашения. Официально не смогут приехать. Конечно, им надо въезжать туда, как на территорию Украины, вот, Россия, естественно, будет наставить, что это как на территорию России, поэтому они все равно туда вряд ли попадут. Поэтому, наверное, Россия этот козырь не использует, хотя сложно назвать этим козырем. Я не думаю, что это в том числе и выгодно России показывать. Сложный вопрос. Просто я думаю, что я туда наблюдатели международные не едут, в первую очередь, опять по той же самой политической проблеме, что это будет как на территорию России, чего они себе позволить не могут. Поэтому они используют, могу сказать, что по нашему опыту работы, запрос очень большой от всех международных организаций, в том числе от посольств. То есть страны европейские, в первую очередь, и Соединенные Штаты, они интересуются ситуацией сейчас в Крыму. Те вопросы, которые нам адресовываются, как правозащитной группе, то в основном, да, вопросы о том больницы, сады, дети, отопление, вода, то есть вот эти минимальные условия для обеспечения. Это их вопросы. Мы не знаем, какие оценки они делают. Мы только можем говорить о том, какие вопросы они нам задают. Да, какая информация их интересует. Понимаю. Спасибо. Ольга Скрипник, глава Центра гражданского просвещения Альминда, была гостьей нашей студии. Напомню, сегодня мы говорили о гуманитарном аспекте. Я бы не назвал энергетической блокадой просто прекращением поставок электроэнергии в Крым. С чем это связано, будем разбираться дальше. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова